Слышала, что, оказывается, бал Сатаны был на самом деле. А я думала, что это литературный вымысел Булгакова. Где же тогда происходило это фантастическое действие? Мария Степановна, город Дмитров. Уважаемая Мария Степановна, действительно ходят слухи, что весенний бал Полнолуния или бал Сатаны имел место. И имел место недалеко от Старого Арбата, в неком Спаса-хаусе. Вот туда мы сейчас и отправимся. Здравствуйте, Мария Степановна. В ответ на ваш вопрос я вас приглашаю в Спаса-хаус. Это не дом Сатаны, это резиденция американского посла с 1933 года. Я уже 23-й американский посол, проживающий в этом рожкостном особняке. Пройдемте, я вам покажу немножко особенностей этого дома. В этом доме в 1935 году произошел рожкостный бал. Тогдашний посол Уильям Булгак решил просто поразить московскую элиту культурную и политическую. Он, конечно, о деньгах не думал. Был выписан оркестр из Праги и были приглашены вся элита московская тогдашняя, включая Михаила Булгакова. И Булгаков, когда он увидел этот люстр, в то время этот люстр был самый большой люстр в жилом доме в Москве, когда он увидел огромные камины в соседнем зале, он вдохновился. И считается, что этот бал 75 лет назад стал прообразом для описания бала Сатани в «Мастере и Маргарите». Ну, конечно, мы помним, что в романе Булгаков описывает, как Маргарита купается в огромном бассейне шампанского, окруженном белыми мраморными колоннами. Ну, конечно, мы видим колонны, белые мраморные есть. Это огромное пространство, ковьер, заслужило вдохновлением как бассейн. А на самом деле, все-таки был маленький фонтан шампанского. Достаточно, чтобы напиться, но недостаточно, чтобы купаться. Ну вот, тот самый камин, который мы считаем, был как увидел на балу 75 лет назад. Конечно, он его описал немножко в расширенном виде, у него же очень богатое воображение было. Но все-таки масштабы впечатляют. Хотя я должен сказать, что я пока ни одного обезглавленного трупа здесь не видел. Господин посол, насколько я знаю, прямо напротив камина была огромная лестница, где Маргарита и принимала гостей. А здесь только зеркало. Я вижу нас с вами. Совершенно верно. Парадная лестница у нас есть по сухам, но в другом месте. Мистическая история. Вообще с этим домом связана и была, и сейчас сплошная мистика. А где господин посол? Он же только что стоял здесь. А где парадный вход? Где лестница? Я что-то запутался. Все как-то странно здесь. Очень не понимаю. Расскажу вам короткую предысторию этого бала. 1934 год. Начало взаимоотношений дипломатических России, СССР и Соединенных Штатов Америки. Первый американский посол Уильям Буллетт решает устроить феерический прием по случаю Рождества. И говорит своему помощнику некому Тейеру, сделай что-то феноменальное. Феноменальное в представлении Тейера – это животные. Он идет в зоопарк, просит, чтобы ему прислали всех животных, ему отказывают. Он идет в цирк, и ему дают трех тюленей – Мишу, Шуру и Любу. Тюлени привезли сюда, надели им на нос под носы с шампанским. Был фурор, когда вышли тюлени. Самого посла не было. Поэтому он сказал, давайте еще что-то более феноменальное устроим на весенний бал 35-го года, на тот самый бал. Чарльз Тейер был во всеоружии. Вернее, во всеоружии были его животные. Здесь было огромное количество коз, баранов, зябликов, фазанов, петухов. И даже медвежонок ходил вот здесь по замечательным залам Спаса Хауса. Это потрясло гостей. Были здесь и высокопоставленные чиновники. Это Бухарин, Радек, Тухачевский, Буденный. Были деятели культуры Таиров, Конин, Мерхольд, Райх, Булгаков с супругой. А вот это вот звериное буйство действительно потрясло Михаила Афанасьев. Вспомните, например, знаменитый обезьянний оркестр. Понятно, откуда возникли ассоциации. Вот. Парадная лестница. Здесь стояла королева бала Маргарита со знаменитой троицей, с Коровьевым, с Азазеллой, с Бегемотом. И прямо напротив, где расположен огромный камин, из которого вываливались жуткие душители, отравители и губители, и шли сюда на поклон королеве. Но что это? Камин должен быть прямо напротив королевы. А что же мы видим? Видим мы совершенно другую картину. Мы видим окно, под которым стоит батарея, кстати, знаменитая американская батарея, одна из первых в Москве централизованных отопительных систем. А вот и камин. Почему же он так стоит? Ну, как-то он сбоку стоит, как-то непонятно. Выбегает отсюда Фрида, и куда ей бежать? Туда, а Маргарита-то там. Это современный электрический камин, который построен здесь совсем недавно. К тому самому не имеет ни малейшего отношения. В конце концов, совершенно не важно, где стоит этот искусственный камин. Важно то, что рукописи не горят. И нетленное произведение Михаила Афанасьевича Булгакова навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах.